МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 20 человек скончались из-за вспышки нового гриппоподобного вируса в Китае. Случаи заражения зафиксированы, к слову, не только в Поднебесной. Южная Корея, Япония, США, Вьетнам, Сингапур и Таиланд. География распространения коронавируса может расширяться. ВОЗ рекомендует не поддаваться панике, но и не пренебрегать средствами защиты. На неделе были и громкие заявления лидеров государств. Трамп, например, назвал экоактивистов пророками конца света. А президент Узбекистана Шавхат Мирзиёев заявил, что при Каримове люди жили в страхе. Жанна Алпызбаева нам сегодня расскажет в этом деталях. Почему южные соседи жили в страхе при исламе Каримове? И будет ли экономика Узбекистана номер один в Центральной Азии? Сегодня вспоминаем об отношениях двух стран. Все мнения в моей авторской рубрике о высшем уровне. Будем ждать. Тем временем казахстанские студенты остались заблокированными в китайском Ухане. А в соцсетях распространяется информация о том, что вирус добрался до Казахстана. Поговорим об этом и не только в ближайшие полчаса. Правда и ничего, кроме правды. Мы расскажем, как изменился мир за неделю в эфире из Алматы Милинова в Улиде. И Руслан Адрисов. Вот главные темы уходящей недели. Коронавирус дошел до Казахстана. Правда это или слухи, распространяющиеся в соцсетях? Официальные заявления Министерства здравоохранения сегодня в выпуске. Новый год отменяется. Миллионы человека стали заблокированы в китайском Ухане из-за коронавируса. Как сейчас обстоят дела в городе, расскажем. Заложники эпидемии. Что рассказывают студенты из Казахстана, застрявшие в китайском Ухане? Люди жили в страхе. Шавкат Мерзиёев сделал заявление о каримовской эпохе в Узбекистане. Подробности у Жанны Алпузбаевой. Индекс демократии. Какую строчку занял Казахстан во всемирном рейтинге? Расскажем. Ломая стереотипы, мексиканская модель без рук делает успешную карьеру в модельном бизнесе и призывает людей с ограниченными возможностями не стесняться себя. Начнем выпуск с трагедии на востоке Турции. По меньшей мере 20 человек погибли, 700 пострадали. В результате измерения на магнитудой 6,8 баллов. Разрушены здания, автобусы и автомобили. Также подземные толчки ощущались на территории Сирии и Ливана. Напомню, землетрясение произошло в провинции Лазик, после чего последовали десятки подземных толчков. Министр внутренних дел Сулейман Суэлу заявил, что сотрудники службы спасения разыскивают 30 человек под завалами. Турция имеет историю мощных землетрясений. Более 17 тысяч человек погибли в августе 1999 года, когда землетрясение силой 7,6 баллов произошло в западном городе Лимит. Около полумиллиона человек тогда остались без крова. Итак, самая обсуждаемая тема уходящей недели и что-то мне подсказывает и предстоящих тоже. Вспышка коронавируса в Китае. По последним данным, число заразившихся опасным вирусом превысило отметку в 830 человек. 26 заболевших, по данным Министерства здравоохранения Китая, скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Пожалуй, самое праздничное время года в Китае омрачено вспышкой смертельного коронавируса. Миллионы человек остались изолированными в Ухане, крупнейшем городе в центре Китая. Среди них и казахстанские студенты, больше 80 человек. В четверг власти Китая приостановили все виды транспорта внутри города и запретили въезд и выезд из него. Таким образом, город с населением в 11 миллионов человек остался заблокированным. Туда не могут попасть и местные жители, которые по разным причинам на время уехали из дома. Местные перевозки, автобусы, метро, такси – все остановлено. В городе создан командный центр по борьбе с вирусом. Что происходит там сегодня в репортаже наших корреспондентов. В провинции Хубей, где находится город Ухань, в последние дни особенно неспокойно. На вокзалах и в аэропортах огромное количество людей. Никто не может выехать в Ухань на праздничные каникулы. Большинству даже некуда поехать. Людям остается просто ждать в надежде, что ситуация скоро разрешится. Я никуда не могу выехать, потому что продажи всех билетов просто были приостановлены. Многие на этом вокзале возвращались домой на праздники. Люди работают за пределами Уханя и рассчитывали воссоединиться с семьями в новогодние праздники. Когда я пришел сюда, чтобы сесть на поезд утром, их движение уже остановили. Они просят нас дождаться уведомления об открытии путей, но никто не знает, сколько времени это займет. В городе остановили не только работу транспорта, но и отменили все массовые празднества по случаю Нового года. Никаких банкетов в ресторанах и праздничных концертов на площадях. Люди выходят на улицу, разве что вынести мусор. И то в масках на лицах. Этим утром я увидел, что автобусы и метро Ухани были приостановлены, а город был заблокирован. И у многих людей не было возможности добраться до дома. Я действительно сочувствую им, потому что я могу понять, каково это для людей, которые работают вдали от дома в течение года. Каждый с нетерпением ждет возможности быть вместе со своей семьей. Но в этой ситуации мы ничего не можем сделать. Люди просят правительство увеличить поставки продовольствия. Не хватает масок для лица и растут цены на продукты. Власти уверяют, что потребности в продуктах будут в достаточной степени удовлетворены. Итак, в Ухане остаются заблокированными около сотни студентов из Казахстана. Они просят помощи у казахстанского правительства и посольства нашей страны в Поднебесный. Однако пока вывезти студентов из заблокированного города невозможно. Некоторые из них накануне вышли в эфир нашего телеканала, где рассказали о ситуации. По словам казахстанцев, они не покидают комнат общежития. И вот что пишет одна из студенток на своей личной странице в Инстаграме. Я и мои сородичи, такие же беззащитные студенты, находимся в городе Ухань. Нас 87, по статистике, если не больше. Мы не можем вылететь в Казахстан. Аэропорты и ЖД-станции, общественные транспорты перекрыты. Доступ к ним запрещен. Мы в ожидании до сих пор. Посольство запросило данные три дня назад через общественную организацию у казахстанских студентов в городе Ухань. Информацию собрали, но меры по защите прав и по здравоохранению студентов Казахстана до сих пор не предприняты. Автобусов или эвакуации никто не организовал. Правительство бездействует. Посольство молчит. Тем временем казахстанцы обсуждают информацию о появлении случаев заражения коронавирусом в Алматы и других регионах страны. За комментариями обратились в Минздрав. Там заверили, в Казахстане случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В распространенном пресс-релизе также говорится, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения нашей страны. И как мне подсказывают режиссеры, нам удалось сейчас связаться по телефону с пресс-секретарем ведомства Галхар Бисариной. Галхар, добрый вечер. Действительно ли информация в мессенджерах не соответствует реальному положению дел? Да, Руслан, добрый вечер. К сожалению, в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о регистрации заболеваний в Казахстане. В этой связи просим воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации, так как она не соответствует действительности. Министерством здравоохранения в связи со сложением эпидемиологической ситуации в Китае в целях предупреждения завоза и распространения заболеваний в Казахстане проводятся тренировочные учения на случай выявления больного новой коронавирусной инфекцией. Галхар, спасибо за комментарий. Это была Галхар Бисарина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения нашей страны. Тем временем ведомство также проводит тренировочные учения с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов. Это делается для выявления больных с подозрением на заболевание новой коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования транспорта. В Китае работает круглосуточная горячая линия для сбора пожертвований медикаментов и средств защиты, в которых нуждаются жители заблокированных городов. Тем временем меры предосторожности уже приняли и в Турции. В Международном аэропорту Стамбула проверяют пассажиров рейсов, прибывающих из Китая. Сотрудники Министерства здравоохранения установили тепловизионные камеры для сканирования пассажиров, прибывающих из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу. В соответствии с решениями научного совета нашего министерства, мы применяем здесь меры предосторожности, постепенно повышая уровень. Сегодня, как вы видите, мы начали проверку тепловизионной камеры. Со вчерашнего вечера мы продолжим сканирование, сосредоточившись на самолетах, прибывших из Китая. В Южной Корее тоже предпринимают меры по нераспространению вируса. Я напомню, в стране уже подтвердили два случая заражения коронавирусом. Сейчас там регулярно дезинфицируют аэропорты и железнодорожные станции. Из-за китайской уханьской пневмонии мы дезинфицируем дверные ручки, ковры, места отдыха для детей, комнаты отдыха и мусорные баки внутри станции. По крайней мере, три раза в день. Мы также дезинфицируем туалеты и каюты внутри поездов. И сегодня стало известно, что в китайском Ухане строят новую клинику специально для больных коронавирусная инфекция. А вот эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что слишком рано объявлять новый коронавирус в чрезвычайной ситуации. Всему миру вспышка в Китае не угрожает, хотя бы потому, что эпицентр эпидемии заблокировали. Правда, ВОЗ не исключает, что скорость передачи гриппоподобного вируса может увеличиться по той простой причине, что миллионы китайцев покинули свои дома по случаю новогодних каникул и отправились путешествовать в разные страны мира. Эксперты ВОЗ рекомендуют в ближайшее время быть внимательнее к своему здоровью и не пренебрегать средствами защиты от вируса. Мир должен создать механизм, с помощью которого можно было бы разрабатывать вакцины для новых болезней, так считает генеральный директор коалиции за готовность к эпидемиям Ричард Хатчетт. Серьезную опасность создают так называемые суперраспространители, то есть вирусоносители, чья болезнь не очевидна. Однако они могут причинить огромный ущерб окружающим, что может привести к летальному исходу. По словам Хатчета, для человечества стало нормой, что мир сталкивается с появлением новых болезней каждые один или несколько лет. Медики и ученые должны быть к этому готовы. Хатчетт добавил, что пора разработать механизм, с помощью которого человечество может разрабатывать вакцины от новых заболеваний. Мы видим новые возникающие заболевания почти каждый год. Раз в два года, каждый три года. Я имею в виду, что между этими новыми заболеваниями небольшой промежуток. Это наша новая реальность, и пора это признать. Кроме того, нам необходимы технологии, которые позволят нам разрабатывать новые вакцины каждый год, если это потребуется. И к другим темам. Владимир Путин на форуме памяти жертв Холокоста не поздоровался с наследником британского престола, принцем Чарльзом. С чем это связано, расскажем во второй части выпуска, и вот о чем еще пойдет речь сегодня. Люди жили в страхе. Шахат Мирзиёев сделал заявление о каримовской эпохе в Узбекистане. Подробности у Жанна Алпузбаевой. Индекс демократии. Какую строчку занял Казахстан во всемирном рейтинге, расскажем. В пророке конца света Дональд Трамп на форуме в Довосе нелестно высказался об ЭК-активистах, о противостоянии американскому лидеру 17-летней Греты Тунберг в обзоре Аиды Хайдар. Ломая стереотипы, мексиканская модель без рук делает успешную карьеру в модельном бизнесе и призывает людей с ограниченными возможностями не стесняться себя. И мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Казахстан занял 139 место в ежегодном рейтинге индексе демократии британской исследовательской компании The Economist Intelligence Unit. Страна поднялась на 5 позиций по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года. В 2019-м Казахстан занимал 144-ю строчку. Среди стран Центральной Азии Казахстан показал один из самых высоких результатов, надо сказать. Впереди оказался только Кыргызстан, причем со значительным отрывом соседи расположились на 101-й строчке рейтинга. Гораздо хуже обстоят дела с демократией в Таджикистане, 160-е место стоит в Туркменистане, 162-е. Россия расположилась на 134-й строчке между Гвинеей и Конго. Всего в индексе демократии представлены 165 стран мира, а также автономик Гонконг и Палестина. Лидирует в рейтинге Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Самой недемократичной страной мира признана Северная Корея. Эксперты The Economist отмечают, что глобальная демократия пережила худший год со времен составления первого индекса в 2006 году. По итогам 2019 года показатель среднего индекса демократии составил 5,44 балла. Напомню, индекс демократии The Economist классифицирует страны мира по уровню развития демократии. Рейтинг учитывает 60 разных показателей по пяти основным категориям. Избирательные процессы и плюреализм, деятельность правительства, политическое участие, политическая культура и гражданские свободы. Узбекистан, кстати, в рейтинге демократии занял 157-ю строчку. А вот президент страны Шавхат Мирзиёев на неделе заявил, что во время ислама Каримова люди жили в страхе. Кстати, на этой неделе в отставку ушло и правительство Узбекистана. Однако и прежний премьер-министр Абдулла Арипов и практически все министры сохранили свои портфели. На фоне отставки правительств Узбекистана и России поговаривали и о сложении полномочий казахстанского кабинета министров. Разговоры подогревало и назначенное на 24 января расширенное заседание правительства с участием президента. Оно состоялось, согласно графику, даже плохая погода не стала причиной отмены заседания. Аким и всех областей добрались таки до заснеженного Нурсултана. Только вот об отставке речи не было. Акасымжумарт Токаев объявил о новых реформах в стране, направленных на оздоровление финансовой системы. И все-таки, как сотрудничали правительства Казахстана и Узбекистана? Какие цели поставил Шавхат Мирзиёев? И почему все-таки раньше страна жила в страхе? О встречах на высшем уровне, как обычно, расскажет наша коллега Жанна Алпызбаева. Жанна, как часто правительства двух стран встречались? Не чаще, чем с российскими коллегами, но тоже регулярно. Узбекистан – третий по величине партнер Казахстана. Последняя встреча Мамина и Арипова состоялась летом прошлого года. Тогда, по итогам работы Межправкомиссии, было подписано 27 документов на общую сумму больше полутора миллиардов долларов. Встречался казахстанский премьер и с президентом Узбекистана. Вот заявление по итогам встречи Мамина и Мирзиёева. Казахстан нацелен на расширение всесторонних взаимовыгодных связей с Узбекистаном. Этому способствуют сложившиеся в последние годы отношения подлинного стратегического партнерства между двумя странами. К слову о дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Узбекистан, как показывают цифры, в последнее время предпочитает закупать у Казахстана больше сырья. В своей стране правительство динамично развивает переработку и производство уже готовой продукции. И предпочитает наращивать экспорт товаров в регионе. Политологи говорят, в скором времени Узбекистан станет самой быстро развивающейся экономикой Центральной Азии. Экономисты ставят в противовес свои доводы. Уровень Казахстана они могут достичь через 15-20 лет. До этого времени Казахстан тоже не стоит на месте и будет расти. Поэтому сказать, что Узбекистан в ближайшие 5-10 лет будет экономикой номер один, очень затруднительно. Пока номером один является Казахстан. И темп развития Казахстана и инвестиций намного больше, чем Узбекистан. Между тем, на этой неделе Шавкат Мирзиоев сделал скандальное заявление, сказав, что при исламе Каримове страна жила в страхе. Сначала он призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, а также быть смелыми и решительными. После попросил не принимать законы, которые не будут служить интересам народа. По словам Мирзиоева, в настоящее время важно налаживать диалог между властью и народом, чего не было при исламе Каримове. Депутатам приходилось работать по принципу «чем тише, тем лучше». «Мы жили во времена страха», цитирует Мирзиоева пресса. Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Ну и возвращаясь к казахстанско-узбекским отношениям, добавлю. По итогам 2018 года товарооборот достиг порядка 3 миллиардов долларов. Данные за 2019 год еще подсчитываются. Но, вероятно, они будут выше предыдущих. В Узбекистане сейчас функционируют около 600 совместных предприятий с участием казахстанского капитала. А в Казахстане работают более 1 тысячи предприятий с участием узбекского капитала. У меня на этом все. Руслан. Жанна, спасибо за обзор. Я напомню, это была Жанна Алпызбаева с авторским обзором на высшем уровне. Мы продолжим. Владимир Путин не заметил принца Чарльза и не поздоровался с наследником британского престола. Небольшой казус произошел на полях форума в Иерусалиме. На мероприятии памяти жертв Холокоста съехались лидеры разных государств. На кадрах видно, как российский президент приветствует французского коллегу. К слову, Макрон пытался обратить внимание Путина на сидящего рядом с ним принца. Однако Путин заметил его высочество только после того, как на него указал президент Израиля Реу Вен Ривлин. Владимир Путин и принц Чарльз все же поприветствовали друг друга. Еще на одной площадке на этой неделе встречались лидеры государств. Экономический форум в Давосе собирает участников вот уже в 50-й раз. И вот что интересно. Впервые проблемы изменения климата стали главной темой форума. Важность проблемы для всего мирового сообщества очевидна. Но есть лидеры, которые не разделяют данную точку зрения. Президент США, например, назвал экоактивистов пророками конца света, которых не стоит воспринимать всерьез. О том, как прошел форум, к чему пришли мировые лидеры и чего ждать всем нам. Ответы на вопросы у Аиды Хайдар. Аида, ты в эфире. Мелина, виртуальное противостояние между Гретой Тунберг и Дональдом Трампом в Давосе на этой неделе продемонстрировало дух времени. С одной стороны, призыв к предотвращению климатической катастрофы в мире, а с другой – игнорирование фактов и призыв к оптимизму. Через несколько секунд подробнее. Если два года назад пресс Трампа вызвал огромный интерес среди элит, собравшихся в Давосе, то в этом году настроение среди иностранцев было иным. И это неудивительно. Выступление Трампа звучало скорее как предвыборная речь. Журналисты издания «Политику» назвали подобное «самолюбование неуместным». Тем временем на форуме доминировали темы трех острых конфликтов, которые будут иметь долгосрочные последствия для всего мира. На первом месте стоит конфликт по поводу будущего капитализма. Лидеры бизнеса и правительств признают, что глубокое недоверие к свободным рынкам будет устойчивой политической реальностью. Ежегодное исследование, известное как «Барометр доверия», подтвердило опасения экспертов. Согласно данным исследованиям, около 56% респондентов считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. Почти 80% согласны с тем, что элиты становятся богаче, в то время как обычные люди с трудом могут оплачивать свои счета. На втором месте конфликт по поводу будущего технологии. Отчасти это связано с тем, как регулировать таких американских гигантов, как Facebook и Amazon. Здесь трудность в том, что политику регулирования стоит рассматривать через призму долгосрочной конкуренции между США и Китаем. А именно кто из них станет более влиятельным в формировании глобального ландшафта в области искусственного интеллекта и технологии 5G. И третий конфликт касается будущего планеты с налетом конфликта поколений. В своей речи 17-летняя активистка Грета Тунберг отругала безрассудных капиталистов и политиков. Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их так подвели и сознательно оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было вредно для экономики, и мы просто решили не заниматься сохранением условий для жизни в будущем, даже не попытавшись. Мир, если вы не заметили, в настоящий момент в огне. Трамп же пытался успокоить участников форума, сказав, что сейчас время не пессимистов, а оптимистов. Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику. Тем временем аудитория Трампа и Тунберг столкнулась с более насущной проблемой, а именно восстановлением роста и доверия к ослабевающей мировой экономике. Издание Financial Times пишет, что инвесторы развивающихся рынков находятся в аналогичном положении. Теперь, когда непосредственные угрозы торговой войны между США и Китаем были смягчены соглашением о первой фазе, они должны обратить внимание на грядущую борьбу за гегемонию между двумя крупнейшими экономиками мира и другие долгосрочные риски. О беспокойности сохранения роста экономики хотя бы на уровне прошлого года толкает многих инвесторов в незнакомые части развивающегося мира, а именно в такие страны, как Сербия, Украина, Египет и Пакистан. В крупных развивающихся странах стимул в лице сокращения процентных ставок, предоставленных в прошлом году, уже себя исчерпал. Женнистые издания считают, что инвесторы должны смотреть на мир шире и не без оснований. Так, например, отчет от PWC «Мир в 2050 году» прогнозирует, что мировая экономика вырастет вдвое в следующие три десятилетия, при этом развивающиеся рынки будут расти вдвое быстрее, чем их развитый собрат, а Китай и Индия станут крупнейшими экономиками мира. Аналогичный отчет от Capital Economics, напротив, предполагает, что доля Китая в мировом ВВП вряд ли изменится за этот период, в основном потому, что все более централизированное правительство будет душить реформу, что сделает распределение ресурсов менее эффективным. Изменение климата станет препятствием для многих электромагнитных станций, хотя применение экологически чистых технологий может повысить производительность некоторых из них. Возможно, нам не придется ждать так долго. На полях форума эксперты предрекли, что изменения в использовании ископаемого топлива могут произойти быстрее, чем мы думаем. Это будет ощущаться в первую очередь в валютах развивающихся стран, как экспортеров, так и импортеров. У меня все. Алматы. Аида, спасибо за обзор. Прямо сейчас о других событиях в разных точках планеты. Коротко. В Колумбии после праздничных каникул возобновились антиправительственные акции протеста. Запланированы многочисленные шествия по крупным городам страны. В богате марши проводились за счет студентов, которые призывали поддержать национальную забастовку. Они считают, что главная проблема, ведущая к беспорядкам, это неравенство в Колумбии и уровень бедности. Протестующие заявили, что будут продолжать протестовать до тех пор, пока проблемы коррупции и экономических реформ не будут решены. Пока неизвестно, готово ли правительство вести переговоры с митингующими. Ливанские силы безопасности открыли огонь из водометов, чтобы разогнать демонстрантов в Бейруте. Некоторые протестующие пытались перелезть через колючую проволоку и ограждения, чтобы штурмовать парламент страны. Беспорядки в столице на этой неделе усугубили кризис, захвативший Ливан. Государство сталкивается с финансовым напряжением. Банки ограничили доступ к наличным деньгам, а ливанский фунт рухнул. Стране безработица. Напомню, в Ливане не было эффективного правительства с тех пор, как Саат Аль-Харири покинул пост премьер-министра в октябре на фоне массовых протестов. Десятки тайских активистов собрались в Бангкоке, чтобы потребовать от правительства решение проблемы загрязнения воздуха. По данным независимого мониторинга в Бангкоке, индекс качества воздуха поднялся до опасного показателя. В настоящее время наивысший уровень загрязненности воздуха в столице составил 165 микрограммов микрочастиц на кубометр воздуха при официально утвержденной безопасной норме в 50 микрограммов. «Мы хотим назад наш остров!» – такой лозунг скандируют жители Лесбоса на многотысячной демонстрации. Они требуют перевезти мигрантов на материк и закрыть лагеря на греческих островах Лесбос, Самос и Хиос. Самый перегруженный лагерь находится на острове Лесбос. Правительственные данные показывают, что в настоящее время в лагере «Мория» размещено больше 19 тысяч человек, хотя он рассчитан на 3 тысячи. Организации по оказанию помощи заявили, что санитарно-гигиенические условия и психическое здоровье мигрантов ухудшились. Часто происходят акты насилия. И напоследок в мексиканском городе Веракрус скоро пройдет конкурс красоты, способный сломать любые стереотипы о прекрасном. Анна Габриэла Молина, 24-летняя участница, родилась без рук, но ее инвалидность не помешала ей побороться за корону мисс Веракрус. Молина долго бросала вызов стереотипным представлениям о красоте на протяжении всей своей жизни. Она уже была коронована на конкурсе красоты в родном муниципалитете, а теперь готовится к конкурсу, который пройдет в Веракрусе в марте этого года. Победа может очистить ее путь к титулу мисс Мексика, хотя Молина была полна уверенности, что появившись на подиумах конкурсов, столкнется с издевательствами и насмешками. Теперь девушка развернула кампанию, чтобы мотивировать других людей с особыми потребностями не стесняться себя и заниматься тем, к чему лежит душа наравне с другими людьми. Да, у меня есть инвалидность, потому что я смотрю в зеркало, и у меня она есть. Но я живу с этим 24 года. Для меня это не препятствие. Я чувствую себя, как любой другой нормальный человек. Моя инвалидность не препятствие, а наоборот. Руслан, ну, по-моему, это очень смелый и мотивирующий поступок. Я полностью с тобой согласен. Что ж, в феврале госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан. Цели визита пока неизвестны. Об этом в следующих выпусках. А пока это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. А мы увидимся в следующую субботу. Расскажем, как изменился мир за неделю. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова